МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В территории города Десногорска имеются два факта хищения электроинструментов в дачных участках. Совместный инструктаж полиции, казачества и дружинников. Задача акции – организация целенаправленной и согласованной работы органов государственной власти всех уровней общественных формирований в решении проблем организации общества. В области завершился первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». О, человеческий рай, нам не перевоспитать. Остается, если за ней шики мусорь подбирать. Премьера спектакля в молодежном центре. А теперь об этих и других событиях подробнее. В соответствии с указом президента Владимира Путина, губернатор Смоленской области Алексей Островский два дня работал в Совете Европы. В Страсбурге во Дворце Европы на сессии Конгресса региональных и местных властей Совета Европы, в своем выступлении, на которое, согласно регламенту, отведено всего две минуты, Алексей Островский весьма жестко отреагировал на высказывания представительства Украины, обвинившего Россию в аннексии Крыма. Также Алексей Островский обозначил основные болевые точки, ставшие причиной миграционных проблем в Европе. Смоленская область укрепила позиции в рейтинге государственно-частного партнерства. По итогам 2016 года Смоленский регион поднялся на 22 строчки и занял 32 место. Об этом стало известно во время проведения 40-го инфраструктурного конгресса «Российская неделя» государственно-частного партнерства, прошедшем в Москве. 30 марта прошло первое заседание Координационного совета при администрации Десногорска по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Какую тему обсуждал Совет, мы расскажем подробнее. Заседание было посвящено социально-педагогической и духовной поддержке современной семьи. Работа совещания началась с введения в состав Совета главы муниципального образования Андрея Шубина и его заместителя по социальным вопросам Александра Новикова. Докладчиками на данную тему выступили Ольга Кузенкова, заместитель заведующей детского сада «Лесная сказка», преподаватель 4-й школы Наталья Цибанова, заведующая детского реабилитационного центра «Солнышко» Наталья Шаповалова и главный редактор телекомпании «Десна-ТВ» Евгения Коваль. Каждый докладчик рассказывал, какие проекты на данную тему работают в их организации. Для наглядности были представлены слайд-шоу и видеопрезентации. Доклады активно обсуждались с всеми членами Совета. По окончании совещания было принято решение с рекомендациями для комитетов, муниципальных служб и организаций активизировать работу для оказания социальной поддержки и духовного развития молодых семей Десногорска. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о продолжении мониторинга за клещевыми инфекциями. С начала текущего года в медицинские организации Смоленской области обратились за профилактической иммунизацией 40 человек. Обманчивое мартовское солнце все еще остается холодным. По данным регионального Роспотребнадзора, на территории области за последнюю неделю на 7,3% увеличилось число заболевших. При этом общий уровень остается ниже порогового. Традиционный совместный инструктаж нарядов комплексных сил, задействованных по плану единой дислокации на территории Десногорска, прошел 28 марта перед зданием администрации. О целях и задачах в нашем следующем сюжете. Для участия в проведении совместного инструктажа пригласили и главу Десногорска. В современных условиях выдвигаются определенные требования, в том числе к сотрудникам. Ну а мы, как сотрудники муниципалитета, всегда готовы оказать содействие в нелегком вашем труде. Совместные инструктажи проводятся открыто и направлены на формирование положительного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел, повышение их авторитета, привитие профессиональных навыков и высоких моральных качеств сотрудников полиции, а также поддержание образцового внешнего вида и строевой выправки. Эти инструктажи, они полицию и народную дружину, и народное казачество, в общем, то есть для города Десногорска они нужны, потому что, допустим, люди десногорские должны видеть, что, допустим, есть такая народная дружина, есть такая, допустим, полиция, есть, в общем, народная казачья дружина, люди должны видеть, что они есть в городе, они работают. Работа ведется, что люди действительно ходят и в ДНД, и помогают сотрудникам полиции, то есть не остаются в стороне, принимают активное участие в охране порядка в своем городе. То есть это, я думаю, необходимо, чтобы народ знал, видел, что не только полиция занимается охраной улиц. Хочу выразить отдельную благодарность нашему казачеству, нашему атаману за их присутствие, за их неотъемлемую помощь также в охране общественного порядка. Служим России, казачеству и православной вере. Во время инструктажа проводился осмотр личного состава и автотранспорта. Отрабатывались боевые приемы борьбы, доводилась наиболее значимая оперативная информация. Данное мероприятие на сегодняшний день у нас будет проводиться ежеквартально, может быть, даже ежемесячно. Все зависит от того, как наши граждане будут общаться с полицией, и нам главное их внимание. После инструктажа его участники направились к местам несения службы. Смоляне принимают участие в Международной вахте памяти – 75 лет битвы за Владикавказ. В этом году в вахте памяти, кроме смолян, участвуют поисковые отряды еще из 13 регионов России, а также из Казахстана. Поисковики Смоленщины проведут в Северной Осетии две недели. Сотрудники МЧС начали подготовку к пожароопасному сезону. В Руднянском районе прошло командно-штабное учение по тушению лесных и торфяных пожаров. Главная задача подобных учений – отработать взаимодействие служб и ведомств накануне наступления пожароопасного периода. Все сотрудники прошли специальное обучение и готовы противостоять стихии. С 13 по 24 марта в Смоленской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из профильных ведомств провели первый этап антитеррористической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские проверили места досуга молодежи и прочитали студентам вузов ряд лекций. Подробности далее. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится ежегодно с целью привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Во время проведения мероприятия в полицию поступали заявления и обращения граждан. За этот период изъято более двух килограмм различных наркотических средств. Выявлены и пресечены ряд преступлений и административных правонарушений. Возбуждено более 20 уголовных дел. Антинаркотическая акция завершена, но борьба продолжается. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков граждане могут сообщать по телефону доверия у МВД России по Смоленской области круглосуточно. Аграрии Смоленщины получат поддержку для проведения СЕВА. Деньги в хозяйство области будут направлены из федерального и областного бюджетов. Целевое финансирование предусматривает закупку горючего, семян и удобрений. Посевные площади в этом году будут расширены. Яровой клин прирастет на 8 тысяч гектаров. Будут увеличены посевы кукурузы, рапса и других ценных культур. В рейтинге городов с самым доступным жильем Смоленск занял 13 место. Всего в список вошло 19 городов России. Оказалось, что самое доступное жилье в Магадане. Весенние каникулы сотрудники молодежного центра организуют развлечения для юных десногорцев. Театральный кружок «Лицидей», который работает на базе центра уже 4 года, показал премьеру экологического спектакля «Крепкий орешек». Этот спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки «Колобок». Работа над постановкой, костюмами, юными театралами велась целый месяц. Ребята спешили показать премьеру именно во время школьных каникул, чтобы разнообразить досуг маленьких десногорцев. Хотелось бы, чтобы ребятам, во-первых, понравился спектакль, во-вторых, чтобы они относились бережно, не только, так сказать, любили Россию всю, а любили свой уголок непосредственно там, где они родились. Бережно относились к природе. Спектакль посвящен не только экологической проблеме, а также здоровому образу жизни. Красочность костюмов, яркие декорации и игра юных актеров очень понравилась маленьким зрителям. Мне очень сильно понравилась сказка. Потому что? Да она была интересной. Завершилась премьера спектакля небольшой игровой программой, по окончании которой все гости молодежного центра получили сладкие сувениры. А сейчас о спорте. Сборная России успешно выступила на всемирных зимних играх специальной олимпиады, которые прошли в Австрии с 14 по 25 марта. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в состав сборной России вошли 77 атлетов из 22 регионов. Смоленская команда стала самой многочисленной в ее составе и принесла больше всего завоеванных медалей. В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 1995-98 годов рождения. Соревнования собрали 220 спортсменов из 26 регионов России. Смоляне Алиса и Евгений Ивановы завоевали бронзу и серебро соответственно. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна Дефис ТВ ТОЧКА РУ Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин